Из-за сложной ситуации в стране у людей просто рвет крышу. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как в Таджикистане с недоверием и агрессией относятся к властям и общественникам. И как они от этого страдают? Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Файзабадском районе задержан местный житель, который напал на местного общественника с топором. Инцидент произошел на прошлой неделе в ходе проверки системы потребления электроэнергии в домах жителей села Автобруя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Житель села Автобруя сельского Джамата Бустон Файзабадского района Нуридин Камолов напал с топором на местного общественника Курбанали Довлатова после того, как сопровождаемые им сотрудники противопожарной охраны выявили в его доме незаконное подключение к линии электропередачи с использованием самодельного устройства. Курбанали Довлатов с ранением шеи и сломанной рукой был доставлен в больницу. Задержание Нуридина Камолова было проведено по факту покушения на убийство. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 32 части 2 и 104 части 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан и ведется следствие. Об этом сообщили прокуратурой Файзабадского района. Шереф Феддин Довлатов, сын пострадавшего общественника 1 ноября, сообщил, что состояние здоровья отца немного улучшилось. Врачи наложили на сломанную руку гипс. Все произошло после того, как сотрудники правопожарной охраны выявили в доме Камолова незаконное подключение к электросети с использованием самодельного устройства и составили протокол. «Самого Камолова в это время не было дома. Узнав о составлении протокола, он позвал моего отца к себе домой и сразу же напал на него с топором. Один удар попал в шею, другой в руку. Врачи говорят, что кости руки раздроблены. Отца спасли прохожие. Если бы не одни, то Камолов наверняка убил бы его», – рассказал Шереф Феддин Довлатов. Близкие задержанного Нуридина Камолова отказались от общения с журналистами. У задержанного еще нет адвоката. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В Таджикистане сотрудники противопожарной охраны часто под предлогом проверки пожарной безопасности занимаются выявлением случаев незаконного подключения к электросетям. В отделе противопожарной охраны Файзабадского района сообщили, что инцидент произошел во время обыденной проверки, которая проводится по всему району. По словам одного из сотрудников ведомства, в доме задержанного жителя села Автобруя были обнаружены самодельные печени, законно подключенные к электросетям. Это грубое нарушение противопожарной безопасности. В отношении нарушителя был составлен протокол, но он не был оштрафован, сказал собеседник. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов вместе с местными активистами выявляют случай незаконного подключения к электросетям в жилых домах и предприятиях. В Таджикистане лимит на употребление электроэнергии официально не введен, однако жители регионов жалуются на регулярное отключение электричества. Они находятся в очень тяжелой ситуации, ведь в такие холода остаться без света и отопления – это ужасно. А у вас есть перебои с отоплением или светом? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.